Всем привет! Сейчас за 5 минут я бы хотел поделиться с вами важнейшей информацией по поводу одного продукта питания, который может радикальным образом повлиять на ваше здоровье на длинной дистанции. Ну а я за 10 минут постараюсь объяснить, каким именно образом Роман Биомашин сознательно, с целью раскрутки своего канала или неосознанно, ввиду своей собственной необразованности, ввел более миллиона людей в заблуждение своим роликом про бутон гвоздики. Ты угадал! Это именно я! Я варен за добро и справедливость! А не с уважнением во имя Луны! Поскольку предыдущие ролики про биомашин собрали уже более 50 тысяч просмотров в сумме, это значит, что пришло время сделать очередной разбор. И если в вопросах упражнений биомашин еще более-менее разбирается, то в вопросах питания ситуация обстоит гораздо, гораздо хуже. И сегодня я предлагаю вам посмотреть ролик под названием «Один бутон в день. Секретный ингредиент твоих результатов» и разобрать его с научной точки зрения. Ну и поскольку этот ролик будет по теме питания, то я просто обязан вам порекомендовать лекцию Егора Мусина «ЗОЖ или ложь», в которой очень кратко, очень емко, но даются ответы на все основные вопросы, которые возникают у людей по теме питания. Егор не специалист по питанию, не нутрициолог, не тем более фитнес-гуру, он биохимик, и он отвечает на все вопросы с точки зрения биохимии. И его лекцию по питанию можно назвать базовой для любого человека, который хотел бы разобраться в этом вопросе, но не знает, с чего начать. Поверьте, просмотр этой лекции будет вам очень и очень полезен. Ну а теперь приступаем к ролику. Я как человек, которому важны максимальные результаты во всех сферах жизни, к которым бы я ни прикасался, а одной из них является, конечно же, правильное питание, естественное для моего организма, я ищу продукты, которые будут обладать максимальной концентрацией всего полезного и оказывать лучшее влияние на мой организм. В народе их принято называть суперфудами, но я бы их так не называл. Впервые термин суперфуды использовал Майкл Ван Стратен в своей книге, которая так и называлась – суперфуды. Этот термин очень быстро подхватили маркетологи и специалисты по рекламе от ритейла и начали лепить ярлыки суперфуд практически на все подряд. При этом проводилась абсолютно ничем не обоснованная параллель между насыщенностью питательными веществами и пользой для здоровья. И даже на примере этого ролика мы убедимся, что так делать нельзя. К слову, в 2007 году в Евросоюзе вступил полный запрет на использование термина суперфуд в рекламных материалах, если он не сопровождается научным исследованием, напрямую объясняющим и демонстрирующим механизм работы данного конкретного продукта. Это просто дарованные природой элементы, которые мы можем использовать. Они не супер, они обычные, они находятся среди нас. И очень многие из них стоят совсем недорого. Сегодня я бы хотел поговорить про гвоздику. Это популярная пряность, которая представляет собой высушенные бутоны гвоздичного дерева. Обладает жгучим вкусом и сильным ароматом. Несмотря на свои маленькие размеры, содержит внушительный спектр полезных для человеческого организма веществ. Во-первых, у меня совершенно не бьются данные по содержанию питательных веществ в гвоздике. Я привожу на экране данные Романа, привожу данные мои. Также указываю источник своих данных, чего не сделал Роман, поэтому понятия не имею, откуда он взял эту информацию. И хочу обратить ваше внимание, что это указана пищевая ценность на 100 грамм продукта. Один бутон, сушеный, один сушеный бутон гвоздики, к слову, весит примерно 1 грамм. То есть, чтобы получить вот эту вот всю питательную ценность, вам необходимо съесть 100 сухих бутонов гвоздики. Просто подумайте, 100 сушеных бутонов. Не один бутон, о котором говорит Роман в названии своего видео, а 100 бутонов для того, чтобы действительно получить все вот это обилие микронутриентов. Мы можем приобрести подобное чудо в любом магазине практически, в отделе специй. И перечислять свойства гвоздики можно бесконечно. У нее их очень много. Спектр воздействия на самом деле суперкомплексный. Поэтому я бы хотел выделить самые значимые из них. Гвоздика является очень мощным антисептиком за счет содержания эвгенола. Вещество класса фенолов, которое содержится в составе ее эфирного масла. Причем гвоздика один из лидеров по его содержанию. При рассасывании гвоздики происходит дезинфекция ротовой полости и верхних дыхательных путей. Борьба с посторонними запахами. Если не спеша согревать гвоздику во рту, то она отдает эвгенол и другие важнейшие компоненты. В данном случае, чем больше вы сможете это делать, тем больше профита получите. Давайте начнем с того, что мне повезло, и я нашел оригинальную статью, из которой Роман надергал информацию для своего видео. Хотя, судя по тому, как он подает эту информацию, я сомневаюсь, что он вообще читал эту статью. Возможно, он ее пролистал или, хуже того, взял какой-нибудь ее пересказ или перевод и уже оттуда брал информацию для своего ролика. Потому что там, в частности, говорится о том, что эвгенол, хотя и используется действительно в стоматологии, но не используется там в чистом виде, потому что эвгенол токсичен для ротовой полости и для зубов. И это указывается даже в тех исследованиях, которые приводятся в самой статье, не говоря уже о достаточно большом количестве других исследований, которые можно найти на подмеде. Чистый эвгенол токсичен, и поэтому рекомендация рассасывать гвоздику во рту для того, чтобы получить свойства, которые дает эвгенол, она не просто бесполезная, она напрямую вредна для вашего здоровья, для здоровья ваших зубов и ротовой полости. Она отлично освежает дыхание, является хорошей заменой жвачки. Также аналегетические свойства гвоздики помогают при зубной боли. Возьмите себе за привычку ежедневно до завтрака за 15-20 минут рассасывать бутончик гвоздики во рту. Активные компоненты гвоздики повышают сократительную способность кишечника, активизируют выработку ферментов, желудочного сока и слюны, снижают воспаление. Это напрямую влияет на переваривание и усвоение пищи. Я не знаю, откуда Роман взял эту информацию, но у меня есть серьезное подозрение, что даже если вы леденец будете рассасывать перед едой, то он также будет стимулировать выработку слюны и, соответственно, способствовать улучшению дальнейшего пищеварения во время приема пищи. Гвоздика препятствует развитию патогенной микрофлоры и паразитов разнообразных классов. Эфгенол проявляет сильное дозозависимое бактерицидное действие. При этом оно распространяется как на грамм положительные, так и на грамм отрицательные микроорганизмы. И я хочу остановиться на этом моменте, потому что в статье, из которой Роман тырил факты, написано действительно, что она обладает всеми этими качествами, но они были исследованы на уровне исследований в пробирке. То есть взяли клеточки, добавили к ним чистый эфгенол и получили результат какой-то, посмотрели, какой результат получается. То есть на уровне лабораторного исследования с контролируемыми условиями, с контролируемыми дозировками на уровне клеток паразитов, на уровне клеточных паразитов и на уровне использования чистого эфгенол, он действительно дает такие свойства. Но ничего в статье и никаких исследований также не приводится, которые бы говорили, что в человеческом организме будет работать все точно так же, или хотя бы в организме животных. Все эти многочисленные исследования и статьи, на которые опирается Роман, говорят о том, что все работает ин витро, в пробирке. Он не говорит нам о том, что эфгенол будет в составе гвоздики в человеческом организме или даже в организме животного что-либо полезное делать. На данный момент эта информация не открыта для нас. Все, что мы можем сказать, достигнуто на уровне контролируемых исследований в пробирках. Также он угнетающе действует на протеины внешних мембран бактерий, блокирует рецепторы, позволяющие бактериям связываться с кишечным эпителием. К тому же нарушает целостность мембран бактериальных клеток и делает их более проницаемыми и, следовательно, менее резистентными. И еще раз, просто я хочу, чтобы вы это запомнили. Он это все делает на клеточном уровне, в пробирке, в контролируемых лабораторных исследованиях. И делает это даже эфгенол, а не гвоздика в целом. Как будет все это происходить в организме человека, никто на данный момент не знает. При нынешнем питании, образе жизни и экологической обстановке это как никогда актуально. Гвоздика содержит большое количество антиоксидантов. Это элементы, которые отлично борются со свободными радикалами. А свободные радикалы это те ребята, которые отбились от стада. Они ищут к чему бы прицепиться и цепляются и к хорошим, и к плохим. И когда они цепляются к хорошим, то они делают хорошие клетки мертвыми и нерабочими. Поэтому свободных радикалов чем меньше, тем лучше. Гвоздика отлично на это воздействует. Есть куча продуктов, которые занимаются этой работой, но гвоздика одна из них. И это важный момент. По некоторым данным, на которые мне удалось наткнуться в процессе своего исследования, в одной капле содержится в 400 раз больше ORAC баллов, чем у ближайшего преследователя. Объективность исследования сложно проверить. Но это не отменяет того факта, что гвоздика действительно способна отлично помогать организму в этом направлении. Это отменяет. Если нет исследований, которые действительно смотрели влияние гвоздики на организм, то нельзя говорить о том, что гвоздика будет влиять на организм только на основании того факта, что часть ее микроэлементов обладает антиоксидантными, антиоксидативными, как это вообще правильно произносится, свойствами. Которые действительно были открыты на уровне, вот на клеточном уровне, в пробирке, в лаборатории в определенных фиксированных условиях. Эта ситуация очень мне напоминает то, что произошло с открытием явления аутофагии на уровне дрожжей. Когда на весь мир затем силами СМИ, силами вот таких вот горе-блогеров раструбили о том, что аутофагия это здорово и надо голодать для того, чтобы быть здоровым. Хотя явление открыто на уровне дрожжей даже не факт, что удастся воспроизвести на уровне небольших организмов, таких как лабораторные мыши, не говоря уже о гораздо более сложных органических системах, органических био, так называемых машинах, как человек. Но, тем не менее, люди вместо того, чтобы задуматься, вместо того, чтобы подумать своей головой, начали верить тому, что им вещают с экранов. И в этом плане YouTube уже давно переплюнул телевизор, потому что если к телевизору у нас еще есть какое-то критическое отношение, то у многих к YouTube нет такого. Они слушают своих любимых блогеров и думают, что эти самые блогеры говорят, то и являются истиной в последней инстанции. Ведь он сам сказал, что он провел исследование, наверное, ему можно доверять. Ведь он провел исследование. Все вышеперечисленные свойства влияют на физическую и умственную работоспособность в том числе. Очень важно понимать закономерности и взаимосвязи. Волшебных пилюль не существует. Только при хорошем состоянии всех систем организма вы будете достигать действительно серьезных результатов, как в спорте, так и в жизни. Вот такой небольшой ролик. Более миллиона просмотров — это одно из тех видео, которое принесло канал Биомашин популярность, а к нам в комментарии принесло огромное количество людей, которые говорят, что мы ему просто завидуем. Естественно, мы никогда не будем ничем подобным заниматься, и нам будет сложнее набрать аудиторию, поскольку, в отличие от Романа, я указал все источники, которыми пользовался в рамках подготовки этого видео, у вас есть возможность самостоятельно ознакомиться с теми исследованиями, и информацию, для которых Роман брал для своего видео, хотя он их сам и не читал, и понять, как на самом деле обстоят дела. Хочется верить, что этот ролик также увидит кто-то из фанатов Биомашины, и он заставит его задуматься и пересмотреть свои взгляды. Если вам понравился этот разбор, то вы всегда можете поддержать канал, оформив платную подписку на сервисе Boosty всего от 100 рублей в месяц. Уже сейчас у канала 18 подписчиков, примерно на 7 тысяч рублей в месяц, и это позволяет нам отдать часть роликов на сторонний монтаж, что высвобождает мое время, и, соответственно, я могу смотреть больше видео в интернете и тратить больше времени на их, собственно говоря, научный разбор и поиск материалов, подтверждающих те факты, о которых я говорю. Можете поверить, что все это происходит не так быстро и легко, как хотелось бы, поэтому лишнее время мне точно не помешает. Другой способ поддержать наш канал, это зайти на сайт нашего спонсора, магазина WorkoutShop.ru, и приобрести себе какой-нибудь инвентарь для тренировок. А если у вас уже есть все необходимое для занятий дома или на улице, то можете заказать себе вот такую классную футболку с логотипом сегодня, вся прибыль от которых идет непосредственно на развитие этого канала. С вами был Антон, канал Street Workout, и помните главное, знание — это не товар.